Дорогие мои друзья, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Вы видите, какое у меня сегодня хорошее настроение. А все почему? Правильно, потому что сегодня будет распаковка. Мы будем открывать новый аромат, а это всегда положительные эмоции. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое и давайте начнем. Итак, аромат, о котором сегодня пойдет речь, это аромат бренда L.M. Parfum Dulce Peer. Да, я все-таки купила эту грушу, долго себя отговаривала, даже успела купить другой аромат от данного бренда. Ну, логики, конечно, никакой. Арсений Косман, тоже прекрасный парфюм, я с вами делилась, обязательно оставлю ссылку на обзор этого аромата. Покупала я его из-за ноты абрикоса, а в итоге на мне он раскрывается шикарными сухофруктами, а если быть более точной, то красивой нотой чернослива. Но знаете что, вот почему-то у меня к нему не тянется сейчас рука. У меня такое ощущение, что этот аромат больше подойдет на прохладное время года. Вот он настолько теплый, настолько про вот этот вот вяленый чернослив, что сейчас мне хочется чего-то освежающего. Хотя я его носила в дождь, несколько раз надевала, аромат прекрасный, аромат красивый. Но пока он, честно скажу, стоит и не особо я как-то им пользуюсь. И я подумала, что, наверное, нужна мне эта груша. Да, я не большая поклонница ноты груши, я не ищу какую-то необыкновенно красивую грушу в парфюмерии, но этот аромат мне понравился сразу. И я помню мои впечатления, это действительно такая сочная, жизнерадостная, атмосферная, лимонадная груша, которая на мне потом приобретает такой легкий цветочный оттенок. Здесь прекрасная пирамида, и я даже была готова приобрести этот аромат вслепую, но когда я его послушала, у меня немножко... Почему я его сразу не приобрела? Потому что немного пирамида не совпадает с моими ощущениями. Мне почему-то здесь очень хорошо слышатся белые цветы, ну или вот что-то, как будто бы не роли здесь есть, или что-то такое. Здесь на самом деле в пирамидке этого не заявлено. Здесь есть моя любимая омбре, здесь есть ирис. Но я ирис слышу только в базе, и то это больше, знаете, такой пудровый оттенок, ну просто когда аромат уже усаживается, когда он становится более таким косметическим. А так в целом аромат для меня про грушу. Но я буду носить этот парфюм, я, конечно, с вами еще буду делиться, потому что впечатления, как мы знаем, меняются. Они меняются в зависимости от погоды, от настроения. Да, мы парфю любители, люди такие непостоянные. Ну что, давайте открывать аромат, не будем затягивать. Открываем коробочку, должен быть еще бархатный чехол. Но вы знаете, что, друзья мои, а здесь нет бархатного чехольчика. А почему, интересно? Здесь просто картонка. Скажите, у вас есть бархатный чехол? Вот смотрите, у меня аромат Арсеник Эдикт шел вот в таком вот бархатном чехольчике. А, наверное, знаете почему? Потому что это разные серии, видите? Это здесь беленькая вставочка, а здесь черная, может быть, поэтому. Напишите, кто знает. Я думала, этот тоже будет в бархате. Так, единственное, что эти флаконы, на них очень остаются отпечатки пальцев. Приобретала я этот парфюм на сайте rendezvous.ru. Я думаю, что это для вас не будет новостью, поэтому я обязательно оставлю на него ссылку. И если вдруг вы будете покупать, приобретать что-либо на сайте, не забывайте про скидку 10 лен, которая суммируется со всеми предложениями. Ну что, друзья мои, давайте нанесем аромат. Я в предвкушении. Я в предвкушении. Уже из флакона пахнет груша. Дульсепия. Я прям так, знаете, хорошенечко. Ой, мне кажется, вы знаете, сейчас вот это то, что мне нужно. У меня не так много ароматов с нотой груши. Я не скажу, что я особый любитель этой ноты. Да, я люблю фруктовое звучание. Ой, здесь прям яркая груша, друзья мои. Она, знаете, такая сладкая. Она как будто бы слегка карамельная. Вот сейчас я, кстати, слышу ноту карамели. Хотя, когда я тестировала в магазине, как-то мне не показалось, что пахнет карамелькой. Вот прям лимонадик. На старте прям лимонад. Здесь на старте я слышу ноту кислинку. Это, скорее всего, яблочко. Потом, по идее, аромат должен раскрываться нотами ириса и амбреты. Но нет, у меня нет таких ассоциаций, что здесь ирис, амбрета. Я в базе, может быть, слышу такую запудренность. То есть, у меня наоборот кажется, что вот стартуют груши и как будто бы карамелизированные груши. Как будто бы я слышу и карамельки тоже, леденцы грушевые, знаете, такие дюшесовые. И еще знаете, что я слышу в этом аромате? Я слышу в нем белоцветочность. Может быть, это фантазийная, но мне даже как-то вот на моей коже мне напоминает флер наркотик. Отголоски флер наркотик. Я специально зашла на фрагрантику, посмотрела, может быть, еще кому-то мерещится флер наркотик. Таких людей больше нет. Его сравнивают с какими-то для меня незнакомыми парфюмами. Если бы я описывала вкратце этот аромат, вот чтобы вы поняли, чем пахнет, то для меня пахнет фруктовыми леденцами, конфетками. Такими, знаете, сочными, вкусными. Почему-то настроение сразу хочется улыбнуться. Ну, то есть аромат явно такой очень позитивный. Но он, конечно, про грушу. Поэтому если вы... Она прям тут узнаваема. Вот груша узнаваемая, вы ее не спутаете ни с чем. То есть можно... Может быть, знаете, кому-то могло показаться, что это просто фруктовость. Нет. Вот как будто бы даже кисленькая такая груша, вот, наверное, за счет яблока, пахнет прям лимонадиками, конфетками, такими леденцами полупрозрачными, желтенькими. Да, приятный, позитивный аромат. Вы знаете, конечно, аромат нужно носить. Его нужно носить, чтобы познакомиться с ним поближе, потому что, ну, мы все прекрасно знаем, аромат раскрывается тогда, когда вы начинаете им активно пользоваться. Вот это вот первое впечатление, оно, конечно, очень важно. Но когда вы привыкаете к аромату, когда вы, ну, в разное настроение его поносили, в разную погоду, это уже немножко другая история. У меня есть грушевые, два грушевых аромата, и вы знаете, что это спаклин букет от Guerlain, и это Wild Pears от Montal. Вот если бы меня спросили, на какой из ароматов этот парфюм похож больше, я бы сказала, что на Montal. Wild Pears, он похож больше. А, кстати, этот парфюм я вспомнила, с каким его сравнивают ароматом, с Джульетты Хозеган, груша. Ну, груша с Джульетты Хозеган для меня, во-первых, не такая сладкая, во-вторых, я там слышу базу джульеттовскую, и немножко другой для меня аромат. Я не буду утверждать, потому что я его не носила, но там тоже про грушу, но просто не про такую сладенькую, не про такую карамельную, как здесь. А вот этот аромат больше, наверное, мне напоминает, больше напоминает Wild Pears от Montal, потому что спаклин букет, там все-таки груша перекликается с лавандой, с ванилью и немножко звучание иное. Хотя тоже пузырьковое для меня, тоже жизнерадостное, но звучит по-другому, нежели вот этот аромат. Напишите, у кого есть этот парфюм, какие у вас впечатления. Но его сейчас прям время. Мне нравится, знаете, как распыляют парфюмы Лорен Мазон. Очень такой спрей, мелкий, объемный. Ой, как вкусненько пахнет. Да, я сегодня буду в этом аромате. Ну, его я точно буду носить, потому что сейчас, вот я говорю, повторюсь, хочется чего-то такого фруктового. Хотя я никогда не привязываюсь вот именно к погоде и ко времени года. Я ношу разные ароматы. Но вот почему-то именно в этом году мне хочется чего-то фруктового, ягодного. Я вам говорила о том, что я ищу и земляничные какие-то ароматы. Вообще ищу в парфюмерии что-то такое сочное, сладкое. И вот эта груша, она сладкая, конечно. Вот такая вот прекрасная новинка. Я думаю, что многим этот аромат понравится. Я думаю, что прежде всего он понравится тем, кто ищет такую сладенькую грушу. Потому что многие, я читала отзывы, что кого-то этот аромат разочаровал, так как думали, что груша будет более натуральная, более вот такая вот как в жизни. Здесь, повторюсь, она более такая конфетная, карамельная. Но во всяком случае, вот по моим ощущениям, складывается, знаете, как будто бы леденцы мон пассиэ. Вот такие вот, их много-много, и они такие сладенькие, они грушевые. И как будто бы даже привкус чувствуется вот этих леденцов. Но в то же время здесь сладость непритерная. Она не такая, знаете, засахаренная. В аромате нет абсолютно никаких амбродеревяшек, нет мускусов. То есть аромат такой чистый, мне кажется, как будто бы хорошо сделанный. Но в то же время аромат непритерно-сладкий. Вот чтобы вы понимали, это не такая сладость, от которой, знаете, вот она не густая. Вот скажем так. И в ней нет амбродеревяшек. В этом аромате нет никаких неприятных мускусов, никаких сюрпризов вы не найдете в этом парфюме. Я имею в виду неприятных сюрпризов. А вы знаете, в последнее время я так часто стала слышать эти амбродеревяшки. Ну вот те самые мускусы, которые мы часто называем мускусами, а они являются деревяшками. Такие, как, ну вы поняли, да, про что я говорю. Это эрбопура и все подобные кирки. Настолько люди часто стали пользоваться этими ароматами. И я даже не уверена, что это кирки или что это эрбопура. Может быть даже это какие-то аналоги. Но и от мужчин, и от женщин. Вот куда не зайдешь. Я вчера была, зашла в кафе. Я пока была в этом кафе, там все кафе пахло. Меня, короче, преследует этот запах. Не знаю, я прям, вы знаете, я от него даже устала. Я уже готова даже. Пусть это будет все что угодно. Бакара. Пусть это будет аромат там лавея бель от ланком. Или еще какие-то парфюмы люксовые, яркие. Чем вот эти вот бесконечные мускусы. Я даже уже думаю, пусть это будут манталевские мускусы. Но только не вот эти вот деревяшки, кирки. Я просто, честно, я устала от этих ароматов. И я поймала себя на мысли, что вот когда я от кого-то слышу парфюм какой-то нежный, ну, утонченный, цветочный, фруктовый, неважно. Лишь бы там не было вот этого вот, модных вот этих мускусов и амбра деревяшек. И мне уже хочется за этим человеком, ну вот знаете, вот как будто бы как глоток свежего воздуха. Напишите, как вот вы относитесь. Я знаю, что люди любят их. Но такое ощущение, ну вот эти вот, я имею в виду, вот эти нотки. Но у меня такое ощущение, что то ли не знают меры, то ли, ну не знаю даже вам как сказать. В общем, я из-за этих мускусов и из-за этих амбра деревяшек я не слышу сам парфюм. Я не понимаю смысла вообще в ароматах. То есть ты не можешь никакую ноту вычленить. Ты ничего не слышишь, кроме просто какого-то пюре из фруктов. Или я не знаю, для меня это аромат вообще абсолютно не разбивается ни на какие ноты. Просто какое-то громкое-громкое звучание, такое, знаете, бесцеремонное. И все. В общем, это такое небольшое отступление. Но я к чему это говорю? Что здесь всего этого нет. То есть аромат сделан честно. Аромат сделан без всяких сюрпризов. Аромат очень хорошо считывается. Он не какой-то там, знаете, с глубиной и так далее. Но мне кажется, прекрасный вариант на лето, на весну. И просто способен поднять настроение любому. Я думаю, что достаточно. Достаточно я вам описала этот парфюм. По стойкости я посмотрю. Но несколько раз, когда я его тестировала, мне не показалось, что этот аромат звучит и на следующий день тоже. Ну то есть эта стойкость, на мой взгляд, средняя. Но буду носить, конечно, буду с вами еще делиться. Ну а на сегодня буду закругляться. Давайте встретимся в комментариях. Обязательно напишите, у кого есть этот парфюм. Какие у вас впечатления. Обязательно напишите, какому аромату данного бренда вы бы советовали присмотреться. Мне очень интересен этот бренд. Я уже многие ароматы изучила. И я с вами опять-таки делилась в Telegram. Все, друзья мои, на сегодня буду заканчивать. Я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. Если вам понравилось видео, если я вам хоть чуть-чуть подняла настроение, не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь обязательно на канал. Ну а мы скоро с вами увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok